Михаил Елизаров, Буратини Мультфильмы Ну погоди Мир, в котором живут персонажи «Ну погоди» — развитая антропоморфная цивилизация, технический уровень, который соответствует государственной социалистической модели 70-х годов XX века, утопическое общество с решенным национальным вопросом. Звери различных видов мирно сосуществуют друг с другом, что-то вроде рая свидетелей Иеговы и носовского солнечного города. Каждый занят своим делом, исходя из природных склонностей. Бобер — строитель, пес — сторож. Зачем же волк преследует вечно ускользающего зайца? В подобном фактически утопическом обществе каннибализм был бы предельным маргинальным явлением. Волк без натяжек — маргинал этого мира. Он не работает, а подрабатывает на стройке, подвержен мелким порокам, курению, пьянству. Волк грешит нарушением социалистического дресс-кода. Он стиляга с гитарой. Но даже при всех этих социальных минусах волк тянет всего лишь на обычного городского шалопая, люмпина, хулигана, но никак не на маньяка. Он поистине — одинокий волк. У него нет пары. Волчица появляется лишь единожды, как наклейка на мотоцикле. Гламурное сердечко с волчицей-идеалом, к которому волк, впрочем, и не особо стремится. Примечательно, что на этом мотоцикле он гонится за зайцем, мирно катящим на велосипеде. В мультфильме ярко выражен сексус, остроумно подчеркнутый уже в первом выпуске. На пляже свинья загорает в трех лифчиках, а там, где сексус, есть и сексуальные отношения. В каждом сюжете педалируется пищевой интерес волка. Но мечтания его о зайце, как о еде, излишне сладострастны. Он судорожно сглатывает, кряхтит, охает, представляя зайца. Нежно прижимается к нему, щекочет, щупает. Одним словом, волк вожделеет. Акт поедания довольно часто выступает в фольклоре как метафора интимной связи. Не случайно в культурах многих народов понятия полового акта и принятия пищи обозначаются одним и тем же словом – отведать. И волк, безусловно, хочет отведать зайца. Кусить. Заяц – запретный плод. Ради удовлетворения своего маниакального влечения волк готов на любые сумасбродства. Он использует весь арсенал средств от агрессивного нападения до сватовства. В четырнадцатом выпуске разодетый волк приходит к зайцу с букетом роз и сидром, заменителем шампанского. Заяц – откровенный сексуальный объект. Он – комсомолка, спортсменка и просто красавица. Кокетливо вскрикивает женским голосом, заманчиво убегает, надевает рыжие парики, платья. Он даже может быть надувным, как продукт секс-шопа – сцена на пляже, когда свинья в лифчиках надувает зайца игрушку. Заяц – подросток, а, возможно, и лилипут, то есть вечный мальчик с несколько ослабленным выражением пола. В паре с волком заяц – безусловно женская составляющая. Кстати, во время совместных танцев миниатюрный заяц напоминает Джульетту Мазину из фильма «Джинджер и Фред». Дуэт волк и заяц – сексуальная клоунада, в которой роль незадачливого рыжего пидораса исполняет бедолага волк, а ускользающую белую пидовку – заяц. Волк комичен своей перверсией, выражающейся в первую очередь в одежде. Розовые рубашки с глубоким вырезом, костюм морячка – известное гомосексуальное клише. События подчеркивают поврежденную мужскую суть волка. Заяц, марширующий с барабаном и надувными шариками, заяц в трусиках – сексуальные раздражители волка. Шарики, трусики – символические детские аксессуары для педофила. Волк – носитель доминирующей активной сути, но при случае он охотно с ней расстается. В зимнем эпизоде волк переодевается снегурочкой и чувствует себя в женской одежде более чем комфортно. Сотрудник музея «Бегемот» фактически опускает волка, подставив под его голову туловище Венеры – антропоморфное женское тело в антропоморфном мире – однозначная метафора. Волк от унижения плачет. Ему снятся эротические сны, где из насильника он превращается в жертву, а мучитель – заяц – становится палачом с ножницами, призрак кастрации и падения. Развязка каждого сюжета «Ну погоди» – сорвавшийся коэтус. Волк скалит клыки, вздымает руки, запугивает. Но зайцу всегда удается избежать насилия. Это заложено в сексуальные модели их взаимоотношений. Она запрограммирована создателями только в жанре игровой инфантильной погони. Что было бы? Поймай волк зайца. По всей видимости, следующее. Румянова. «Ой, волк, отпусти, не надо, мне так больно, не надо, я сам!» Папановский жаркий шепот. «Зайчик мой, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, зайчик мой, сладкий мальчик мой, хороший, поцелуй меня там, по-нежному, языком, вот так, вот так, а-а-а, сука, тварь!» Гадина-заяц наверняка укусил его или сделал какую-нибудь другую пакость. Волк потирает поврежденный орган и бессильно кричит вслед ускользающему зайцу «Ну, погоди!» и музыка «Па-ба-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па». Козленок, который считал до десяти Козленок научился считать до десяти. Так начинается мультфильм. Козленок ходит по лесу и считает подвернувшихся ему на пути животных. Это, на первый взгляд, невинное действие, почему-то вызывает среди сосчитанных панику. «Ну вот», — горько заключает теленок всякий раз, когда счет пополняется, — «теперь он и тебя сосчитал». Так одного за другим козленок сосчитывает корову, быка, коня, свинью. Сбешенные животные в погоне за козленком попадают на паром. Там уже находятся гусь-капитан, пес, кот и баран. А грузоподъемность парома — только десять пассажиров. Срочно требуется тот, кто умеет считать. Козленок устраивает перекличку по присвоенным номерам, и паром благополучно плывет на другой берег. Вот и пригодилось знание счета. Рассказчик заканчивает тем, что козленок теперь работает на пароме, считает зверей при посадке. Сказка акцентирует комическую составляющую сюжета. Это сатира на мракобесие и страх перед образованием. Но в этой детской истории имеется и второй завуалированный план, подразумевающий совсем иную интерпретацию сюжета. Примечательно, что все существа, встреченные козленком на берегу, парнокопытные. Очевидно говорящий козленок — это уже совсем не козленок, а мальчик, вдруг открывший в себе дар счета. Ведь не сообщается, что его научили, он научился сам, родил знания из себя. Этим козленок и необычен. Прочие животные также предельно очеловечены. Теленок — простоватый мальчуган, корова — деревенская озлобленная женщина, бык — работяга-психопат, конь — гневливый интеллигент в пенсне, свинья — агрессивная и городская женщина пролетарского склада. Узнаваемые социальные типы. Все они объединяются одним словом — скот. А скот сказочный и очеловеченный уже может называться человеческое стадо. Что происходит? Козленок метит стадо, присваивает каждому животному инвентарный номер. Теленок, коровий младенец, устами которого глаголит истина, сразу проникает в сомнительную суть этой безболезненной операции. Именно он говорит взрослым, что произошло непоправимое, они сосчитаны. Надо сказать, что животные, по неведению, добровольно из любопытства соглашаются на это. И козленок, как бы между прочим, используя простейший казуистический прием, прибавляет к счету новую жертву. Возникает вопрос, а кто же этот козленок? С одной стороны, он тоже существо с копытцами, часть человеческого стада. С другой, он дитя козла. Козел – древнейшая личина дьявола. Козленок, его сын, – это антихрист, увлекший впоследствии все стадо на паром. Символы реки и плавательного средства во всех мифологиях имеют сакральный смысл и указывают на границу мира живых с миром мертвых. Паром и река – место соприкосновения со смертью. Паром перевозят на другой берег или на тот свет. Обитатели или слуги парома, кстати, отнюдь не парнокопытные – это пес, кот и гусь. Есть, правда, еще баран – очевидный пассажир. Едва животные погрузились, паром начинает тонуть. Причина, по словам Гуся, в том, что паром рассчитан на 10 пассажиров. Всего персонажей в мультфильме ровно 10, поэтому число 10 – это ничто иное, как синоним максимума. То есть паром рассчитан на всех без исключения. Он может вместить все человеческое стадо. Чего же боится капитан Гусь? Очевидно, что на пароме в мистической точке перехода в ад оказались недосчитанные звери, среди которых затесался неучтенный праведник. Вот от этого и может затонуть дьявольский паром. Гусь инициирует еще одну перекличку. Единственный, кто не был сосчитан из стада – это барашек, черный агнец. Когда козленок по второму разу пересчитывает животных, паром благополучно уплывает на другой берег. В итоге все погублены, а козленок – антихрист и поныне сидит на берегу среди живых. Он заклемит своим числом каждого садящегося на паром смерти. Возвращение блудного попугая Трилогия Возвращение первое Популярная анимационная трилогия 80-х годов «Возвращение блудного попугая» – забавная история о своенравном попугае по имени Кеша. Первая часть, созданная на заре перестройки, произвела настоящий фурор. Таких мультфильмов советская мультипликация еще не знала – комедийных, многоплановых, с актуальной пародийной социально-политической нотой «Капризный попугай», «Беглец» и «Возвращенец». Формально ориентированная на детскую аудиторию, «Возвращение» пользовалась бешеной популярностью и у старшего поколения. Мультфильм растащили на цитаты. «Пресловутая анимация для взрослых, рисованные фитили, обличающие то пьянство, то тунеядство, меркла рядом с возвращением блудного попугая». Набившая оскомину трудовая мораль проигрывала подтексту, о существовании которого вряд ли догадывались создатели – режиссер Валентин Александрович Караваев и сценарист Александр Ефимович Курлянский. Хотя почему они догадывались? Если бы Караваев и Курлянский ограничились одним выпуском «Возвращение», тогда можно было бы говорить о непреднамеренной удаче и приблудившемся подтексте. Но в течение нескольких лет этими же людьми были созданы еще две части, настолько последовательные и глубокие, что говорить о случайностях не приходится. Курлянский и Караваев наверняка понимали, насколько близок советскому зрителю маленький капризный попугай, насколько он узнаваем. Ведь именно образ, гармонично озвученный Геннадием Хазановым, и драматургия обеспечили успех мультфильма, а не избитая изобразительная техника. Мальчик Вовка, хозяин попугая Кеши, как две капли похож на малыша из Карлсона. Новаторством занимался Юрий Норштейн, еще в 1975 году выпустивший философского «Ежика в тумане». Караваев и Курлянский смогли подняться до идеологии. К 1984 году цензурный аппарат Советского Союза уже был ослаблен, но не настолько, чтобы не заметить, как двусмысленно возвращение. В том-то и дело, что этот второй смысл устраивал официальную идеологию. Мультфильм остроумно клеймил извечную пятую колонну «диссидентское сообщество» и его национальный колорит. Поэтому и было оставлено явно провокационное название «Возвращение блудного». Пародийный контекст сразу же начинал работать на образ. С первого взгляда на Кешу становилось понятно, что национальность у попугая библейская. Круглые на выкате глаза – семитский нос-клюв. Попугаи, как известно, долгожители. Кеша должен был восприниматься как агасфер, эдакий вечный попугай. Кешина речь – медийный органчик, безмозглый склад теле- и радиоцитат на все случаи жизни. У Кеши доминирует не ум, а нрав, причем довольно скверный. Мультфильм всячески подчеркивает, что хозяин Кеши – мальчик Вовка. Читай, власть. Души в попугая еврея не чает, а Кеша всегда и всем недоволен. Первое бегство попугая пародирует так называемую внутреннюю эмиграцию. Сюжет развивается следующим образом. Вовка отказывает Кеше в принятии духовной пищи. Попугай смотрит по телевизору криминальную драму, что-то наподобие Петровки-38 с погонями и стрельбой. Авторы тем самым показывают уровень духовных притязаний Кеши. Он смешной, пестрый, инфантильный болтун с завышенной самооценкой. Мальчик Вовка не смотрит пустой фильм, а прилежно делает уроки. И он просит попугая сделать звук потише. Эти просьбы попугай воспринимает как ущемление своих прав и свобод. Выключенный телевизор ставит точку в отношениях между Вовкой и Кешей. Попугай бросается с балкона. Эта откровенная симуляция самоубийства должна подчеркнуть разрыв. Вовка олицетворяет государство и власть, с которыми Кеша больше не может иметь никаких взаимоотношений. Он как бы умер для них. Поначалу шутовское бегство пугает Кешу. Он понимает, что был Вовкиным любимцем. По сути, его поступок не более чем истеричное актерство. Но домой вернуться уже не получается. Кеша потерялся и не может найти свое окно. Попугая диссидента спасает публика, обитателей двора. Жирный кот, ворона, воробьи. Кеша выступает. Воспроизводит весь словесный мусор, засевший в его голове после прослушивания голосов. Эта нелепая, вывернутая наизнанку информация, забавляет и кота, и ворону. «Прилетаю я как-то на Таити». «Вы не были на Таити», — так начинает свои речи Кеша. Таити должно звучать как земля обетованная, историческая родина Кеши, экзотическое местечко. Жирный кот, сиборит, мажор, питомец власти, родовой враг всех птиц и при этом совершенно безопасный ввиду своей сытости и лени. Диссидентские посиделки всегда знали такие типажи, детей партийной или научной элиты, холеных и щедрых до времени псевдобунтарей. Ворона-богема, типичная интеллигентка, бойкая помоешница с неистощимым, как у бывших блокадников, запасом оптимизма. У нее одинаковый ответ на все Кешины пассажи. Просто прелестно! Когда наступают холода, политическая оттепель закончилась. Кот выносит Кеше свой беспощадный, но справедливый приговор. «Не были мы на Таити, нас и здесь неплохо кормят». Для внутреннего эмигранта наступают трудные времена. С Кешей остается только воробышек. Беспородный интеллигент, последний верный слушатель. Возможно, попугая и воробья сближает библейство, ведь воробей на Руси устоявшийся образ еврея. Продрогшая пара рыщет по балконам в поисках пищи. Кеша в одном из окон замечает Вовку. Блудный попугай с радостью возвращается домой, сразу же забывая о голодном приятеле-воробье. Пока Кеша диссидентствовал, Вовка завел щенка, будущего пса режима, присутствие которого раньше попугай не потерпел бы. Теперь же Кеша временно перевоспитан улицей. Усмирен, он даже готов делить место фаворита с лопоухим щенком. Прежнее чванство отошло на второй план, преобладает под обострастие. Когда Вовка просит сделать телевизор потише, Кеша немедленно выполняет просьбу, указывая на щенка. А я что? Я ничего. Это ему не слышно. Субтитры создавал DimaTorzok